здравствуйте туристы милитаристы сегодня мы с вами поговорим я бы даже сказал насладимся компанией вот это вот у нас ляпка от цены так что не обращайте внимание обратно поставлю эту наклеечку на нож сегодня мы насладимся общением с ножом дизайнера шейна зиберта производства компании benchmade который называется арвинсис что в переводе с латыни означает полевой то есть обычно это используется в какой-то ботанике то есть там полевая горчица полевой василек неважно в общем полевой нож и как говорит нам сайт компании benchmade был этот тактический heavy duty knife разработан шейном зибертом с как же это перевести чтобы этот нож был хорошо сбалансирован с эффектом light hand feel то есть с эффектом чувство легкой руки давайте сразу же тогда говорить о том как он у нас балансирован сбалансирован он нас ровно по под пальцевым упором вот таким вот образом сбалансирован нож на самом деле очень очень поворотливый нож я вам сразу скажу я все еще нахожусь под впечатлением от м1 литовской компании trc и поэтому мне наверное тяжело будет по достоинству оценить вот этого 119 bench арвинсис потому что это великолепный нож поверьте но 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 действительно у меня до сих пор еще свежи впечатления от м1 который его в моем понимании я наверное встретил идеальный тактический нож скорее всего будут какие-то там ругательные комментарии но не важно и так что из себя представляет наш арвинсис сделанный в сша общая длина ножа 29,77 сантиметра это получается 297 миллиметров и семь десятых сразу же перевожу длина клинка 163 целых шесть десятых миллиметра толщина клинка 4 целых и девять десятых миллиметра весит все это чудо 332 целых восемьдесят две сотых грамма рукоять g10 сталька здесь стоит 154 7 заявленная твердость 58 61 единица по шкале роквелла и собственно говоря довольно интересные здесь будут нужны я сейчас об этом расскажу сам нож предоставлен конечно же моим любимым оружейным магазином baltic fox и что мы видим мы видим с одной стороны бабочку benchmark то есть как говорится берешь в руки хочешь не хочешь даже если ты к этому ножу больше относиться совершенно паскудно рубить им проволоку вскрывать консервы втыкать в бетон и все что угодно делать но люди которые с тобой находятся они с одной стороны увидят бабочку benchmark с другой стороны увидят фамилию зиберт и маркировку стали 154 7 именно поэтому никто не удивится что нож этот стоит 220 евро в baltic fox стоит ли этот нож своих денег безусловно стоит во первых по всем выше указанным мною причинам а во вторых потому что он классный он реально крутой он такой знаете хорошая такая хорошая хорошее исполнение такого техно боу и назовем так очень очень достойно сидит в руке очень удобно но начнем пожалуй с ножем ножны у нас кайдексные право и лево руки причем здесь вообще не нужно запариваться здесь у нас я так понимаю хотя нет нужно если вы хотите по переставить под левую руку то у вас ничего не получится ха 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 почему потому что зря я вот тут сказал потому что видите здесь у нас идет ну вот видите все таки я был неправ переставить эти ножны под левую руку запросто можно здесь просто система я вот скажем так наговорил плохого раньше чем попробовал система здесь очень просто если вы левша вы просто снимается здесь очень жесткая кнопка и переставляете в эту сторону и у вас клапан идет вот таким вот образом вы можете носить нож с левой стороны давайте вернем под права рука открывание закрывание кнопка действительно прочная я могу сказать так скорее вот эта резинка у вас и затрется и порвется чем что-то случится с кнопкой то есть кнопка будет служить долго это совершенно совершенно очевидно давайте попробуем вставить нож в ножны и вот там его место не трясется очень плотно сидит в ножнах крайне плотно удобно здесь удобный упор для того чтобы достать быстро нож не такой удобный как у м1 trc видите мне ну я сразу же вот сравниваю кто не видел посмотрите обязательно видео вот там прям вот все все четко но и здесь все замечательно на самом деле все просто великолепно нужно у нас не просто абы какие чтобы вы могли просто его их закрепить скажем с помощью вот этой пластиковой петли на ремень клапан у нас вот таким вот образом закрывает закрывается у нас предохраняет нож зачем-то от выпадания я бы этот клапан просто снял сразу почему потому что чтобы он опять же не истрепался если когда-нибудь придет желание дурное продать этот нож если это будет не подарок то просто клапан будет у вас в идеальном состоянии потому что он не нужен но не нужно посмотрите я могу сколько угодно здесь болтать этим ножом даже даже какой-то вот нет какого-то намека на вот этот шевеление при этом достается очень легко очень легко то есть как писал наш дорогой классик его пример другим наука вот из этого ребята из этого формируется цена потому что можно сколько угодно кричать на каждом углу чтобы еще совсем охерели и требуют за свои ножи диких денег и так далее так далее вся весь прикол в том что ножи бенчей или вот тот же самый trc который вот у меня буквально был на днях на обзоре они легко заходят и легко выходит то есть никто не пытается унифицировать ножны пластиковые там они какие угодно кайдекс на и так далее под все ножи для того чтобы сэкономить нет под конкретный нож всего конкретным клинком сочиняются конкретные ножны все идеально повторяет вот скажем так рисунок ножен идеально повторяет рисунок клинка и нож очень легко вставляется намертво сидит и также легко вытаскивается буквально мгновенно но это еще не все ребят весь прикол в том что идет с ножнами вот такая вот меня просили не ругаться матными словами и я не буду этого делать потому что уже оказывается с детьми даже смотрит канал архадыр вот такая вот скажем штуковина идет вместе с ножнами назовем это кронштейн насколько я понимаю в колбасных обрезках здесь у нас видите идет под каждую под каждое расстояние которое вы можете тут соорудить скажем она совпадает со всеми вот отверстиями но я думаю что скорее всего смысл этой вот приблуды в том что когда вы ставите вот так вот нож на этот кронштейн и здесь у вас идет хороший плотный солдатский ремень насколько вот мне кажется или вы его ставите куда-то на рюкзак и так далее так далее у вас нож выносится относительно бедра на расстоянии клинт и ствуд только что пошел покурить со всеми своими кольтами почему потому что если у вас нож скажем в районе бедра находится то его удобно доставать быстро активно агрессивно оперативно а если он у вас от бедра еще и вынеси на какое-то расстояние у вас рука совершенно не идет через как бы штанину не цепляет край ножен он просто мгновенно к 40 это знаете опять же очень похоже на кабуры для практической стрельбы когда ребята ездят на соревнования то у них пистолет находится там я не знаю чуть ли не на 5 сантиметров от бедра потому что его таким образом удобнее гораздо быстрее схватить может быть какой-то другой тайный смысл в этом кронштейне заключен но я покрайней вижу именно такой потому что здесь все по логике именно вот таким вот образом и выходит в общем намудрили мама не горюй можно обычным паракордом или прорезиненным шнуром припарковать ножны на любое снаряжение на любой рюкзак как угодно такой конечно живопыр прикольнее всего наверное носить или на бедре именно вот так вот по ковбойски но как правило у людей которых скажем которые предпочли бы такой нож предпочесть у них на бедре возможно находится именно пистолет ну так бывает или они вообще не любят чтобы на ногах что-то висело потому что очень часто ходят по колючкам зарослям и так далее так далее опять же такие вот издержки производства поэтому таким людям гораздо прикольнее этот нож ставить вертикально клинком вверх на разгрузку правильно правильно и для этого придуманы все вот эти вот хитроумные приспособления то есть нож у вас на груди справа слева как удобно в общем 5 баллов с двумя восклицательными знаками бенчу за ножны как говорится хотите прикручивайте штуковину хотите не прикручивайте но раз уж заплатили такие бабки будьте любезны наслаждаться так поехали дальше рукоять четкая я так понимаю что в российской федерации это рукоять по любому будет холодной скорее всего и нож этот ну вряд ли удастся протащить под хозбыт хоть по какому-нибудь из признаков но не получится ну да ладно давайте просто тогда наслаждаться общим видом и завидовать людям из европейских стран которые могут себе позволить такой нож черный g10 3 втулки у нас мощнейший при мощнейший full танк невозможно себе придумать никакого вообще скажем никакой силы которая сможет эту рукоять разрушить сломать или что-то с ней сделать вот такой вот у нас молоточный хват и еще полтора пальца влезает с моей такой не очень маленькой рукой вот такая вот тема заполняемость отличная текстура гладкая но здесь совершенно по барабану это потому что у нас верхний нижний упор и под пальцевые присутствуют и сзади также упор замыкается навершие сделаны в виде такого жесткого сапога стеклобоя но спорное решение если честно потому что если бы просто каким-то образом скруглить то было бы наверное комфортнее для руки любое стекло таким ножом раз разнести вообще не проблема будет но должен же за что-то шейн зиберт получать свои бабосики это называется дизайн в развитых странах это называется дизайн кстати вадим вот здесь тоже самое бенчи да и здесь тоже самое у нас хвостовик назовем это так вот рукоять она выпирает над плашками примерно на какую-то часть миллиметра но она выпирает и сверху и снизу как я уже говорил то есть действительно берешь в руки какой-то не дешевый нож у всех у них сделано так что рукоять металл немножко выпирает это не мешает совершенно не наминает ни на секунду рука очень комфортно очень злая просится реально в бой на самом деле нож вот я сейчас о нем говорю и уже потихоньку выветриваются из моей ветреной памяти м1 и все больше и больше мне нравится этот мерзавец по-другому его не назовешь очень четкий клинок у нас боуи образный то есть скос идет чуть ли не от да не чуть ли от первой четверти обуха идет хорошее такое понижение с фальш-лезвием что означает что колоть этим здоровенным ножом будет одно удовольствие кончик супер мега старт сейчас попробуем мы как-то ну как говорится мы никуда не торопимся воду наш кончик обалденный очень красивая вот за что я люблю bench это за их сатин очень красиво с этим вот у них на всех ножах идет вот такая вот ряпушка полин просто просто мега эффектно создается такой матовый рисуночек просто супер как я уже сказал 119 бабочка benchman с одной стороны и зибер дизайн 154 7 с другой стороны мощный хороший комфортный полноценный не на дурака чоил для того чтобы делать какие-то мелкие работы вот он совершенно спокойно здесь у нас как раз вот этой вот площадке обуха целых хватает для большого пальца поставил и поехали я более чем уверен спуски прямые ход середины клинка я более чем уверен что этот нож является идеальным лагерником вот просто идеальным да все равно мне не так полюбился как м1 андриуса трициуса но этот нож он просто офигительный просто обалденный он отлично сбалансирован он прекрасно сидит в руке крупная средняя ладонь все будет замечательно ничего не будет уставать и можно наверняка рубить и можно наверняка резать и можно ковырять под поддевать люки все что угодно можно этим ножом делать но большинство из нас даже если когда разорятся на это чудо и заплате 220 евро они положат положат покладут этого это чудо природы замечательный шикарный рабочий нож на полку я бы так и сделал честно то есть я совершенно вам честно говорю то есть такой нож я бы купил для того чтобы понтоваться в лесу перед белками доставать его иногда там какую-то делать легенькую скажем легенькую какую-то работу и делал бы красивые фотки на фоне природы в том время как всю черножопую работу за этого красавца сделал бы тот же самый блок 78 например который не жалко который можно по пьяни метать и потрезвение можно тоже самое делать потому что но я не знаю кого как для кого-то может быть это вообще не деньги для меня цена 220 евро если бы я купил этот нож за 220 евро я уверен что этот нож не залежится у ребят на полке парадокс в том что в балтик фокси реально покупают бенчи люди заходят причем люди заходят скажем у них бывает так что человек приходит покупает там два например складных ножа за энные цифры на следующий день приходит пацаны я у вас тут два ножа вчера купил дайте-ка еще один вот это вот тоже вроде как понравился то есть как говорится губы дуть не надо если вот мне например если у меня кишка тонка если мне финансы не позволяют но если бы когда-нибудь позволили то именно вот это вот ощущение цены этого ножа она по-любому будет давить и судьба его легкие какие-то работы просто для того чтобы вызывать всеобщую зависть и восхищение а это не есть правильно поэтому пускай глок 78 пашет с ним все равно ничего не случится шикарнейший нож если кому-то приглянулся и у кого-то есть возможность оформить его через заход билет в россии или купить в европе я от всей души рекомендую он совершенно стоит каждого цента который в его цене вложен очень 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 такой брутальный но при этом действительно вот это вот функция легкой руки она соблюдена очень ловкий нож спасибо за просмотр всего доброго